Начинается одна из самых приятных частей путешествия. Я даже и представить себе не мог, что в эти дни мне представится такая возможность посидеть и побыть водителем за рулем вот такого вот красавчика. Вот этот вот красавчик, здоровенный кабан, ни разу не ездил за рулем Мерседеса и ни разу не водил такую огромную машину. Предвкушение. Офигеть! Сколько тут места! Турбоконсоль какая-то. Ну, будем собираться в дорогу. Под веселый детский аккомпанемент отправляемся в путь. Мои глаза жадно всматриваются во все, что проносится за окном. В каждом путешествии меня никогда не покидает чувство, что я на другой планете. Каждое мгновение приносит что-то новое. Первая цель на нашем маршруте – Балтийское побережье в городе Ниендорф. Едем мы туда просто так – поглазеть, покататься, провести весело время в дороге. Давайте немного поговорим о дорожном движении в Германии и о его особенностях. Движение правостороннее – тут все как обычно, а скоростные режимы немного отличаются от российских. В городе максимально разрешенная скорость 50 км, но есть участки, где скорость снижается до 30 км в час. Как вы думаете, почему? Это сделано для комфорта проживающих рядом с дорогой жителей. Просто для того, чтобы не было шумно. Представьте себе уровень уважения жителей друг к другу. Скинуть скорость просто для того, чтобы твоя машина не шумела. За городом на проселочных дорогах разрешается ехать со скоростью 70 и 80 км в час. На магистралях – 100 км в час. А на автобанах в Германии скоростное ограничение отсутствует полностью. Ехать можно столько, сколько ты сможешь выжать из своей машины. С одной стороны, это очень опасно, конечно. Но учитывая то, что менталитет германских водителей имеет определенную степень культурности, риск резко снижается. Водители не перемещаются между полос в хаотичном порядке. Никаких игр в шашечке. Подпирать впереди едущего или моргать ему дальним светом, мол, подвинься, не принято. И является наказуемым действием. Водитель может обратиться в полицию с заявлением о том, что такой-то водитель на автомобиле с таким-то номером подпирал, сигналил, моргал, подкрепить свои показания свидетелями и наглецу придется отвечать по закону. Совершать обгон по правой полосе с перестроением в левую запрещено. Можно только в обратном порядке, и это правило соблюдается. Каждый водитель уверен в том, что справа никто не станет двигаться в его сторону. На дорогах с ограничением скорости стоят камеры, причем очень незаметные. И нарушением скоростного режима считается превышением разрешенной скорости на 5 километров, а не так, как у нас на 20. И еще одна особенность на парковке. В Германии вы получите штраф, если ваша машина припаркована даже в положенном месте, но против движения. Городок, расположенный возле моря. И здесь люди живут на берегу Балтийского моря, наслаждаются каждый день шумом моря. Вот в такой вот обстановке и атмосфере. Посмотрите, как хорошо, когда твои соседи тихие медведи. У них все потихонечку. Вся Германия, ну просто очень красивая. Домики, газончики, заборчики из живой изгороди. Люди знают толк. Дамы и господа, посвольте вам представить Балтийское море. Берег немецкий. Прямо в 100 метрах от моря стоят очень красивые дома. Вот там слева пляж, а справа красивые жилые дома. Некоторые живут тут постоянно, но большая часть сдается. Можно приехать сюда в любое время года и провести время в атмосферном месте. Осенью и зимой тут, конечно, прохладно и ветрено. Но вот летом, я думаю, тут очень хорошо. Я бы пожил тут пару недель. Надо сказать, просто лед. Никакого желания в нее влезть. Опять больше нет. Но не попробовать я не мог. Ходясь в любой точке мира, надо обязательно пробовать. На своих собственных ногах в данном случае. Как оно? Какая-то часть народу здесь реально занимается раболовецким делом. Вот огромное количество сетей нераспутанных лежит. Тут и там. О, вот это звук. Там море. Куча лодок на приколе. А с той стороны берега настоящие крутецкие домища. Ух ты. Ух ты. Этот звук корабля, который качается на волнах. Вот этот звук. Откуда он? Вот здесь вот. Вот здесь он происходит. Так, что-нибудь в порядке. О, там человек плавает. Вот такая портовая красота. Там домики. Здесь лодки. Там герка. Площадка. Живи не хочу. Котятки, что вы тут нашли? Ничего. Когда-то тут была плавающая улитка. А потом она уплыла? Или ее кто-то съел? Она забыла свою раковку. И забыла, где она была. А вон какие-то... Потусовались на море и отправляемся в гости к германским герцогам. В Шверинский замок города Шверин. За окном живописные пейзажи просторов Германии, которые местами разбавлены техникой зеленой энергетики. За первую половину 2019 года в Германии из энергии солнца, ветра, воды и из биомассы впервые произвели больше электроэнергии, чем на атомных и угольных электростанциях. И составила она 47,5% от общего количества произведенной электроэнергии. Согласитесь, это очень хороший результат. Только вдумайтесь, практически 50% потребляемой электроэнергии для целой страны было добыто, грубо говоря, на ровном месте. Мне кажется это поразительным. Я уверен в том, что в будущем люди повсеместно доведут этот показатель до 100%, и мы перестанем бороться за ресурсы. На горизонте появился замок, в который мы держим путь. Ничего так смотрится. Грандиозненько. Город Шеверин является административным центром федеральной земли Мекленбург-Переднее Померание. Забавное название. Где имеет статус внерайонного города. Располагается среди системы озер. Как говорят легенды, город Шеверин возник вблизи разгромленного в 2018 году славянского укрепления Зверин, став при этом первым городом на завоеванной у славян территории. Начиная с 1167 года по 1648 он был местом нахождения епископа и духовным центром всего региона. В 1358 году герцог Мекленбурга Альберт II получил в наследие этот город, имевший право быть местом резиденции графа. И поселился в замке, который за исключением двухперерыва служил местом пребывания герцога Мекленбургского вплоть до 1918 года. Шеверинский замок построен на острове, на месте более старого строения. Здание представляет собой неправильный пятиугольник, образованный пятью флигелями и считается самым известным строением города. Современный вид замок приобрел в 1857 году. Пятиугольное центральное здание дворца несет в себе элементы готики и барокко, а также ренессанса. Венчают комплекс многочисленные башни и башенки, словно отлитые из золота. Наиболее примечательной деталью фасада здания стала конная статуя Никлота, родоначальников герцогов и великих герцогов Мекленбурга, который является лицом замка и делает его очень легко узнаваемым. Вообще, возведение замка дворца было задумано сразу в нескольких архитектурных стилях. Очень скоро замок стал главным символом Шверина. Что там нашла? Что там, расскажи. Камин? Печка? На трех этажах замка располагались комнаты великих герцогов разных времен. Кроме того, во дворце был оборудован по-настоящему роскошный тронный зал. Знаменит замок из своей галереи фамильных портретов из династии Мекленбург. Вокруг замка раскинулся уникальный парковый комплекс. Этот сад построен в классических традициях английского стиля. Здесь множество тенистых рощ и террас. Многочисленных туристов города Шверин привлекает сюда именно замок. Если все остальные достопримечательности не отнимут у гостей города особо много времени, то в Шверинском замке они все-таки останутся надолго, чтобы обойти его и, возможно, не один раз. Тронный зал Многочисленные башни, уникальные коллекции майсинского фарфора, мебель, картины, ружья и пистолета, а также холодное оружие и, конечно же, прогулка вокруг озера и в парке. Все это влечет к себе путешественников. В 1948 году Шверин стал резиденцией национального парламента, а с 1952 по 1981 год в Шверинском замке располагался педагогический колледж, а позднее дворец снова был превращен в музей. Сегодня здесь располагается лантак земли Мекленбург-Переднее Померание. Опять это забавное название. Тем не менее, под музей по-прежнему оставлена весьма значительная часть комплекса. Подводя итоги нашего путешествия, хочется отметить, что Германия, несмотря на огромное количество разных персонажей, является удивительно культурной страной. По-европейски ухоженная, чистая, прогрессивная, технологичная, сохранившая свою культуру и образ жизни. Конечно, надо отметить, что мы не видели всей Германии целиком, но то, что видели, действительно держит высокий уровень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова